15 и 16 января в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации прошел ежегодный Гайдаровский форум 2020 «Россия и мир» – так звучит генеральная повестка форума. Среди тем, обсуждаемых на форуме, традиционно были международные отношения и глобализация, экономика и образование, развитие человеческого капитала. Гайдаровский форум всегда проходит в начале года. Интересно с точки зрения специалистов форум, поскольку подводятся токи, намечаются задачи, обсуждаются проблемы. И одна из таких секций – это встреча с экспертами мирового уровня, международными экспертами. Обсуждали сегодня как раз глобальную экономику, какие тенденции в глобальной экономике, что мешает развитию, вообще как соотносятся экономики развитых, развивающихся стран. Многие другие вызовы – это и климат, это изменение климата, это и демография, старение населения, а это влияет, безусловно, на тенденции мировой экономики. И, условно, интересовало всех ситуацией в России. Как Россия ответит на те вызовы, которые стоят в мировой экономике, какая собственная повестка у России. Поэтому мы тоже выступили. Я рассказал о тех задачах, которые стоят перед нами с точки зрения реализации национальных целей, национальных проектов, какие планы по стимулированию инвестиций, развитию человеческого капитала. Все это тоже обсуждалось сегодня на встрече с ведущими экспертами из других стран. Много сессий было посвящено управленческому бизнесу и языковому образованию, как важнейшему элементу роста экономики, благосостоянию граждан и глобальному расширению роли России на международной арене. Но все, что связано с образованием, мне кажется, гайдарские форумы – один из самых актуальных, самых интеллектуальных форумов в России и в мире. И вопрос, который поднимается, в том числе вопрос, связанный с образованием, имеет просто ключевое значение. Вчера и сегодня я активно принимал участие в сессиях, слушал докладчиков. И вопросы, которые в рамках этой сессии обсуждались, конечно, они очень важны. Живой трепещущий вопрос, связанный с технологическим переворужением, высшего образования, с развитием университетов, онлайн-обучением. И во всех этих вопросах у ЕФ своя четкая позиция, богатый опыт, которым мы в рамках форума делимся и на сессиях, и в куварах, общаясь с своими партнерами, друзьями, коллегами. Энио, вы будете выступать с докладом. Скажите, пожалуйста, о чем он будет и какие ключевые тезисы вы хотели бы донести до аудитории форума? С каждой новой волной технологий, будь то дополненная реальность, искусственный интеллект, CD-ROM, компьютеры, радио или телевидение, люди ожидают радикальных изменений в области образования. Нередко происходит такое, что в сферу образования приходит компания с новыми технологиями, но без необходимых для успешной работы знаний. Эта ситуация повторяется с каждой новой волной развития технологий, и нам необходимо прервать этот порочный круг. Для этого нам нужно получить образование и найти технологии, которые можно применить в данной области. Кроме того, необходимо изменить образ мышления и начать полагаться на образование, а не гнаться за технологиями. Именно так и поступают в России. Мне бы хотелось видеть больше российских специалистов в международных компаниях, чтобы они могли повлиять на ситуацию на мировом рынке. Насколько российское образование конкурентно способно на международной арене? Основная проблема, которую я сейчас вижу, заключается в том, что все открытия российских ученых не покидают пределы страны. Все технические документы и последние исследования должны также публиковаться на английском языке и принимать непосредственное участие в процессе развития исследований, технологий и образования на международном уровне. Необходимо приложить немало усилий для того, чтобы увеличить присутствие России на международной арене. Иначе говоря, я считаю, что участие в мировой научной деятельности, что включает и языковые требования, играет важную роль. И именно этого не хватает вашей стране. А что думают другие участники форума о текущей ситуации с образованием в России? Если посмотреть количество студентов не из России, оно очень мало. И в основном иностранцы, которые учатся у нас, это наши бывшие соотечественники из СССР, из государств, входящих в состав СССР. И то это, в общем, государства Средней Азии, отчасти Украины, Беларусь, которые активно смотрят на Восточную Европу. Поэтому здесь мы пока не очень конкурентны. И более того, мы часто проекроем конкуренцию за наших российских слушателей, за российских студентов другим мировым школам. Как правило, по соотношению к качеству, здесь вопрос не касается цены, они действительно дороже средней российской школы. Но качество у них настолько выше, что слушатели готовы переплачивать. Как Вы оцениваете роль языкового образования, будь то английский язык, либо другой иностранный язык, можно ли считать его важным элементом развития человеческого капитала и следствия уже экономики страны? Конечно, английский язык надо воспринимать вот в этом контексте, в котором Вы говорите, не часть культуры какого-то народа или каких-то народов, а как инструмент глобального общения. То есть мы учим английский язык не потому, что мы любим культуру Великобритании, Шекспира. Это тоже может быть, и это очень хорошо. Мы учим английский в данном случае язык, потому что это самый массовый язык. Два миллиарда человек на Земле говорят на этом языке другого языка. Причем почти 80% из них это не носители этого языка. Это люди, для которых он иностранный, которые выучили его, чтобы общаться друг с другом. Это тоже важный сигнал даже не только к государству, а каждому человеку, потому что это добавляет его конкурентоспособности. Не в том смысле, что он поедет учиться или работать за границу, а в том смысле, что английский язык уже нужен и в обычном бизнесе в России, потому что много партнеров любого бизнеса иностранцы. Они далеко не англичане, не американцы, но чтобы говорить с ним, надо знать этот международный язык. Как Вы считаете, языковое образование, насколько оно важно предпринимателям, разработчикам с точки зрения повышения конкурентоспособности? Языковое? Да. Ну, без знания языков вообще в этой отрасли точно нечего делать. И я уверен, что это уже становится просто требованием времени знать языки, не только английский, но и другие, для того, чтобы быть конкурентным. Может ли языковое образование быть важным элементом развития человеческого капитала внутри страны и, как следствие, развития экономики этой страны? Ну, на сегодняшний момент это, конечно, вопрос спорный. С одной стороны, конечно, нам необходимо повышать уровень знания языков для того, чтобы достаточно активно общаться глобально. С другой стороны, мы понимаем, что на сегодняшний момент технологии двигаются настолько быстро, что мне кажется, что в ближайшем будущем, в принципе, этот барьер будет снят. В режиме реального времени мы будем получать все переводы. И сегодня это критично, прям критично. Но я думаю, что это не будет таким критичным вопросом через какое-то количество времени. Ну, правильно я понимаю, что, скажем так, вы согласны с тем, что возможность общения на разных языках, кроме родного, дает другие возможности расширять глобальное смышление человека, предпринимателя и страны в целом? Однозначно, однозначно. И более того, когда мы общаемся с человеком на его языке, вне зависимости от того, насколько досконально мы знаем грамматику, просто возможность общаться, она снимает очень многие барьеры и дает очень много потенциальных возможностей. И, конечно, знание языка, ну, для нас, во всяком случае, в Сбербанке, это просто маст. Ну, у нас это один из основных принципов старта карьеры. На форуме много сессий посвящено развитию бизнес-образования. Какие тренды как раз в этом направлении сейчас будут набирать, скажем так, наибольшее развитие? На сегодняшний день мы видим огромный интерес к трем ключевым трендам. Во-первых, профессиональная подготовка и обучение имеют непредсказуемый характер, так как мы не знаем, в каком направлении будет развиваться карьера. Поэтому сегодня мы наблюдаем тенденцию к эмпирическому и рефлективному обучению. Крайне мало классических образовательных курсов могут подготовить вас к будущим условиям труда, так как никто не знает, что вас ждет впереди. Именно поэтому мы учим людей быть более выносливыми и вдумчивыми, чтобы они могли сами анализировать ситуацию и принимать решения. Так они станут более сильными и гибкими в будущем. Второй тренд, который мы можем наблюдать, это потребность в более эффективном развитии, глобальной компетенции, которая включает международные навыки, языковые навыки, навыки профессиональной коммуникации, понимания других культур. Мы видим основные принципы, которые помогут вам расширить мировоззрение, понять, как эффективно работать с многонациональными командами и управлять международными компаниями. Эти навыки требуют высокого эмоционального интеллекта, умения налаживать связи, а также способности понимать и уважать чужую точку зрения. Третий тренд заключается в наличии пробела между внедрением технологий и знаниями, которые нужны людям для того, чтобы успешно сосуществовать с современными технологиями. Также существует значительное различие между тем, что технологии обещают, и их реальными возможностями. В связи с этим мы учим людей эффективно использовать новые технологии на рабочем месте и в процессе обучения, а также просим их уделять особое внимание результатам обучения. В процессе создания более адаптивного и персонализированного курса обучения необходимо понимать, какова будет его конечная цель. Только в этом случае обучение будет полезным и эффективным. Действительно много сессий на форуме было посвящено образованию, в том числе образованию управленцев, государственных управленцев. И Education First тоже поддерживала некоторые сессии. Расскажите, пожалуйста, презентовали ли вы какие-то новые продукты, услуги? Поподробнее, если можно, вот с чем вы вышли. Ну, цель форума не в том, что представить какие-то новые решения, новые возможности, а в большей степени обсудить наболевшие вопросы. И мы крайне удовлетворены в качественной дискуссии, в качественной сессии. В рамках одного из наших выступлений наш главный чиф-экспириенс офисер показал аудитории совершенно новый продукт, уже не прототип, а готовое изделие, которое мы запускаем, сейчас производим и запускаем в нашу сеть. Это новый девайс, который позволит расширить возможности образования для детей маленького возраста, начиная с 4 лет. Ну, просто это вот еще один из примеров технического превосходства и использования образовательной технологии в основополагающих образовательных процессах. Как языковое образование, языковые компетенции влияют на развитие и человеческого капитала внутри страны, внутри компании и, как следствие, повышение роста экономики в целом. Ну, мне кажется, это уже настолько логично, настолько понятно всем. Смотрите, на форуме принимает участие огромное количество ведущих мировых экспертов, лучших интеллектуалов мира. Все они говорят, делают свои выступления, обсуждают какие-то важные вопросы на английском языке. И, конечно, наши спикеры, российские государственные служащие, представители бизнеса, опинили-лидеры, прекрасно владеют английским языком. То есть язык – это инструмент для коммуникации, для коллаборации, для общения из этих разных культур, разных народов. И в этом контексте, мне кажется, Гайдарский форум – это ярчайший пример глобальной коммуникации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова